Сказать спасибо всем, чей ежедневный труд делает нашу малую родину, Славянский район. Каждый его уголок лучше, красивее и привлекательней. Такие цели поставили перед собой администрации Славянского района и города Славянска-на-Кубани. А это десятки человек, от руководителей крупных предприятий до рабочих, чьими руками собираются урожаи, строятся дома и дороги, налаживается социальное благополучие района. На торжественном мероприятии побывали и наши корреспонденты. На торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню Славянского района и города Славянска-на-Кубани, были приглашены те люди, кто своим трудом прославляет нашу малую родину. Стоя, зал приветствовал самых почётных гостей праздника ветеранов Великой Отечественной войны Василия Васильевича Вертеля и Алексея Ефимовича Троян. Они из тех, кто на своих плечах вынес все тяготы страшной войны, а после восстанавливали разрушенные станицы и города, дороги и предприятия. Воевали и трудились ради новых поколений. Их пример объединяет жителей нашей родной Кубани. На них должна равняться молодёжь. У них учиться по-настоящему преданно и беззаветно любить свою родину. Славянский район – уникальный уголок Кубани. Богатый, плодородный, щедрый, ставший родным домом для 130 тысяч человек. День за днём создаётся летопись нашей малой родины. По кирпичику слагается история Славянского района. И строительным материалом этой летописи является труд каждого его жителя. Самые тёплые слова гостям праздника адресовал глава Славянского района Роман Синеговский. Я хочу сказать большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, почётным гражданам, руководителям прошлых лет за то, что был создан хороший фундамент, хорошая основа для того, чтобы мы могли двигаться вперёд и могли развиваться. Хочу сказать большое спасибо тем, кто подхватил эстафету первенства и тех, кто сегодня трудятся на благо нашего города и района. С приветственным адресом от имени губернатора края Вениамина Кондратьева обратился руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. Ваш район занимает особое место в жизни Краснодарского края. Это успешно, динамично развивающаяся территория с многоотраслевой экономикой. А центр района Славянска-на-Кубани поистине один из самых аккуратных, чистых и уютных городов региона. В вашем районе трудятся замечательные люди, которые многие годы растят хлеб, возделывают сады, строят дома и дороги, воспитывают детей. Пусть ваша настойчивость и целеустремленность всегда помогают в достижении поставленных целей. Приветствовал собравшихся и депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. Когда говорят о патриотизме, наверное, не надо каких-то определений. Вот достаточно посмотреть сегодня зал. Вот зал, стоя аплодирующий нашим дорогим ветеранам. Зал, который сопереживал этому фильму с достижениями. Зал, который на одном дыхании подводит многие годы. Для подарок депутатов вместе с районной властью мы подтянули дополнительно порядка 70 миллионов рублей на объекты в социальной сфере. Заново возрождается юность. В октябре открытие спортзала в Анастасиевской. Школа красавица, это благодаря пробивным качествам главы района. Очень много объектов. Роман Иванович передал мне список. Из 19 объектов, которые либо проектируются, либо будут проектироваться в 2018-2019 году, и которые, я уверен, появятся на карте Славянского района. Спасибо вам всем за труд. Спасибо за единение. Спасибо за то, что есть благодатный край, Краснодарский край, в нем жемчужина. Наш район. С праздником! В этот праздничный день на сцену городского Дома культуры под незмолкаемые аплодисменты поднимались люди, добившиеся успеха в различных сферах и областях жизни. Это и общественные деятели, и, конечно же, номинанты традиционных званий, которые присуждаются ежегодно ко дню района. Первой, отмеченной на празднике, стала номинация «Лидеры экономики района». Ведь успех предприятий – это залог стабильности бюджета, а, как следствие, улучшения качества жизни населения. Здесь названы такие компании, как Славпром, Славянскэко, Славянская ДРСУ, Сангигант, Славянский кирпичный завод, сельхозпредприятия, Приазовская, Кубань, Анастасиевская и Приволье. Я думаю, что присоединятся все награжденные. Хочу вам сказать огромные слова благодарности за высокую оценку нашего труда. И я хочу сказать, что нами сегодня движет. Славянский район – это не просто районы, это большая семья. У нас сегодня есть глава семьи, молодой, энергичный. Александр Борисович тоже присоединится, молодой, энергичный глава города. У нас есть сегодня в нашей большой дружной семье старшее поколение, перед которым мы преклоняемся. И говорим им огромное спасибо за то, что дали нам возможность и жить под мирным небом, и трудиться. Огромное спасибо. И продолжать то, что создали послевоенные годы. Самое главное у нас сегодня есть – наше будущее, наше подрастающее поколение. Всё, чем богато и славится наша любимая малая родина – результат неутомимого труда земляков, жителей города, станиц и хуторов, посёлков. Объединяет же этих людей любовь к славянской земле. В номинации «Человек своей земли» были награждены ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ефимович Троян и ещё 14 достойнейших людей, представителей разных рабочих профессий. Отраслей дорожного строительства, сельского хозяйства, образования, социального обслуживания населения – из всех поселений Славянского района. Они вносят свой посильный вклад в социально-экономическое развитие района. А район, в свою очередь, заботится о них. И за это внимание труженики благодарны власти. Мне хотелось бы от жителей посёлка и от себя лично сказать большое спасибо Роману Ивановичу. В посёлке Целином я живу больше 40 лет. Этот посёлок удалённый и обделённый питьевой водой. Роман Иванович в это очень трудное время, когда катастрофическая нехватка денег, когда санкции, когда мировой кризис, он сумел решить этот вопрос, и с этого года у нас чистая прозрачная вода в кранах. Большое спасибо Роману Ивановичу от себя лично, от всех жителей. Отдельная номинация присуждалась тем, кто в своей трудовой книжке имеет совсем немного записей, но при этом может гордиться многолетним стажем работы. В номинации за преданность профессии на сцену выходили люди, которые искренне любят свою работу, профессию, гордятся тем, что они делают, и гордятся своей малой родиной. Славянский район – это моя маленькая родина, где я родился, где я крестился, где я, по крайней мере, стал тем, кем я сегодня есть. Для меня это жизнь, по крайней мере, я 50 лет в одной профессии, 50. В этом году было 50 лет, и 43 года директор школы. Так что, я думаю, через школу прошло много учащихся, которые стали чемпионами, и, короче говоря, хорошими людьми. Для меня родина, для меня я тут начинал жизнь, всю прожил, я со школьной скамине начинал работать, и Славянский район, для меня это моя родина. Как изменился, я же помню, 74-й год я школу закончил, начал работать, такого не было, как сейчас, очень-очень красота. Событием года было признано присвоение трём предприятиям Славянского района – «Заославпром», «Черноярковский рыбзавод» и «Белара» – высокой чести маркировать свою продукцию знаком «Сделано на Кубани». Более ста компаний претендовали на это право, подтверждающее высокое качество местных продуктов. Однако знак «Сделано на Кубани» был присвоен только тем, кто смог подтвердить заданные высокие стандарты качества своей продукции не только в крае, но и в масштабах всей страны. «Славянский район – это наша частичка, малая родина. Я, как руководитель трикотажного производства «Белара», прикладываю максимум усилий, чтобы наш район прославить в Краснодарском крае и за пределами нашего района». Все успехи в экономике района отражаются на социальной жизни территории. Развитие социальных объектов позволяет славянцам реализовать себя в спорте, культуре. И нам есть чем гордиться в этих областях. Завоевывая призы на соревнованиях различных уровней, эти люди прославляют в первую очередь свою родину, свой славянский район. «Это такой родной город, отсюда даже не хочется уезжать. Наше детство у кого-то прошло, я не местная, приехала сюда, но полюбился этот город сразу, мы здесь живем, работаем, детки, это все». «Это наш город». На протяжении нескольких последних лет у нас в районе создаются комфортные условия для отдыха жителей в городе и станицах, на Азовском побережье, что, несомненно, формирует позитивный и привлекательный имидж славянского района. «Если именно морское, то, конечно, потому что впечатления о нашем районе будут судить именно по нашей работе. И поэтому стараемся сделать все, чтобы было людям хорошо и комфортно, и нравилось. И приехали еще». «И людям нравится? Да. Положительных отзывов много. Людям нравится, и приехавшие однажды едут еще». Сменяли друг друга на сцене номинанты звания «Доброе сердце», «Милосердие», «Общественный деятель», «Территориально-общественное самоуправление», «Спортивные достижения года», «Дебют года» и «Новое поколение». «До меня славянский район, но это родной дом. Я не знаю, мне скоро поступать, я не знаю, как сюда уезжать, потому что здесь борьба, здесь школа, родная школа, здесь плавание. Не знаю, если смотреть на карту города, везде можно найти интересные участки». Высшим признанием заслуг наших земляков является присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования Славянский район». И День города – это как раз тот праздник, когда принято объявлять имена лучших людей муниципалитета. «Позвольте мне выполнить поручение Совета. Решение в 37-й сессии Совета муниципального образования Славянский район от 25 июля 2018 года звание «Почетный гражданин муниципального образования Славянский район» присвоено герою труда Кубани Туриченко Тамаре Михайловне». Почетными жителями района в 2018 году стали Тамара Туриченко, главный агроном общества с ограниченной ответственностью «Анастасиевская». Василий Соляник, награжденный двумя орденами знака почета, медалями за трудовое отличие, за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени. И Василий Прокопенко, заслуженный дорожник Кубани, награжденный Орденом дружбы народов. Впервые в этом году при присвоении звания «Почетный житель Славянского района» награжденным вручался специальный значок с изображением герба муниципалитета и соответствующей надписью. «Наш районный центр – Славянск-на-Кубани. Здесь живут, работают и учатся более 64 тысяч человек, для которых этот город лучший на свете. С каждым годом меняется его архитектурный облик. Он молодеет, становится краше и уютнее. Таким неповторимым его делают живущие здесь люди, неравнодушные и трудолюбивые». Нашему городу сегодня, 60 лет тому назад, был присвоен статус города. Да, для истории это миг, а для города все-таки это уже и возраст. Благодаря нашим жителям творческим, трудолюбивым, наш город процветает, как уже было сказано, развивается. Я надеюсь, что и в дальнейшем он будет жить и процветать благодаря нашим жителям. Глава города и председатель городского совета также в рамках праздника наградили жителей Славянска, внёсших большой вклад в развитие территории. Кроме того, более 10 лет на территории города проводится конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления». А с этого года к нему присоединился конкурс на лучшего администратора по работе с населением. В торжественной обстановке победители и призёры этих конкурсов получили заслуженные награды. Было присвоено на мероприятие и звание почётного жителя города Славянска-на-Кубани. Этой чести удостоен Павел Анопченко, начальник управления по делам ГОИЧС Славянского района. Под его руководством сотрудники учреждения принимали участие в ликвидации сложных, чрезвычайных ситуаций, во время которых были спасены тысячи человеческих жизней. День города и района – один из самых любимых праздников у славянцев. В этот день каждый из нас испытывает настоящую гордость за то, что живёт на Славянской земле. Расположенный на живописных берегах Кубани, протоке, он привлекает безграничной красотой, уютными дворами и скверами, тёплым и радушным гостеприимством. Славится район и трудолюбивыми, отзывчивыми людьми. Это ценят в славянцах наших соседей, которые приехали поздравить присутствовавших на собрании. Уважаемые жители Славянского района, хочу передать от всех жителей Крымского района огромный большой привет. Мы никогда не забудем, когда в 2012 году вы нам протянули руку помощи. Спасибо вам и с праздником! Мы видим, как благоустраиваются территории города, худоров, станиц. Развивается экономика, строятся новые достойные объекты. Мы радуемся вашим успехам вместе с вами, как с вами. И, конечно же, стараемся от вас не отставать. В нашей соседней территории граница проходит по реке Протока. Но эта речка нас не разделяет. Она нас объединяет. Объединяют люди, которые живут в одном районе, трудятся в другом, объединяют семьи, у которых родственники проживают в наших районах. Я вам могу открыть секрет. Объединяет и власть одного района, и другого. Потому как главы с уважением и по-товарищески относятся друг к другу. Хотелось бы от всего сердца и от граждан, жителей Темлюкского района, поздравить всех вас с вашим праздником, с праздником вашего района. И пожелать той стабильности, которую вы сегодня имеете, той стабильной дороги, идущей вверх на процветание вашей Родины. С праздником, дорогие друзья! Будущее Славянского района в руках его жителей. И глядя на трудолюбивых, преданных своей профессии и искренне любящих свою малую Родину людей, понимаешь, что будущее у района рисуется только в светлых и радостных тонах. Свою Родину надо обязательно и беречь, и любить, и вообще относиться к ней как к маленькой Родине. Она, по крайней мере, сегодня может трудные дни, завтра будут лучше, послезавтра еще лучше. Все равно мы все ждем хороших дней. И я думаю, они все равно настанут. Поздравляю всех людей, живущих, потому что район – это просто территория, а населяют ее люди. В первую очередь поздравляю людей, которые живут в нашем районе, с праздником. Желаю, чтобы район развивался, в дальнейшем все становились богаче, и каждый мог найти себя. Не уезжать никуда с нашего района и остаться здесь. Где родился, там и пригодился. Желаю всем здравия, благополучия, успеха во всех начинаниях. Все мысли, которые наши горожане задумывают, чтобы они всегда все материализовались. Всего самого наилучшего. С праздником, дорогие горожане! Жителям здоровья, чтобы хватало сил радоваться благоустроенному городу. Конечно, пусть он развивается дальше, благоустраивается, расцветает. У нас очень много сейчас, с каждым годом все больше и больше прекрасных мест, которые открываются. Но также есть еще где, что можно благоустроить. Мы с радостью всегда. Ну, гостям хорошо провести время и насладиться нашими красотами. Я только думаю, чтобы еще лучше процветал. Хороших экономических, хороших урожаев для нашего района. И, конечно, процветание в дальнейшем, чтобы был мир. Главное, чтобы был мир.